Последнее заседание арбитражного суда, спор между администрацией города и Краеведческим музеем, наконец, разрешился. Музей декабриста входит в Краеведческий как подразделение. И именно у него хотели отобрать помещение для сотрудников. Решение принято в иске отказать. Соответственно, мы пока остаемся на своем месте, чему, конечно же, сотрудники музея несказанно рады. У нас же в Поселингинской библиотеке, где собрана библиотека именно тематика декабристская. То есть мы можем поработать на месте, никуда не выходя. У нас там фонд, где хранятся предметы, что не выставлены в экспозиции, а их тоже немало. Они используются у нас на выставках. Ну а почему город требовал эти здания обратно? Наверное, руководствуясь законами. То есть он все-таки со своей стороны считает в этом вопросе себя правом. Четыре квартиры в жилом доме по адресу Селингинская, 17. Именно они не давали покоя администрации города, а именно Владимиру Забелину. Город решил, что мэрии они пригодятся. Суд решил по-другому. Музею пришлось собирать документы, чтобы доказать, что с 1987 года занимает помещение для сотрудников, работает, проводит экскурсии. Теперь, подтвердил Владимир Забелин, мэрия будет подавать апелляцию. Поймите, пожалуйста, это квартиры. Это квартиры. Мы не можем вот так вот просто развиваться с квартирами. Понимаете, у меня прокуратура придет завтра и меня спросит, скажет, слушайте, Владимир Забелинович, у вас есть передача квартир? Там 20 лет назад или сколько там, 28 лет назад, да, была? Почему вы их не переоформили и почему вы не предоставили тем 2600 человек, которые стоят у вас на очереди? Или тем 300 детям-сиротам, которые на сегодняшний день без квартир находятся. И что я должен сказать, что я решил отдать их под музей. Существенно уменьшить очередь детей-сирот без жилья с помощью четырех помещений музея вряд ли удастся. Гораздо больше пригодились бы, например, присвоенные бывшим заместителем мэра Читы Анатолием Шеликовским 13 миллионов рублей, заработанные как раз на покупке квартир для сирот. Похоже, еще при прежнем руководстве Читы с муниципальным имуществом и государственными деньгами в мэрии обращались вольно. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ. Ирина Трофимова, Евгений Погорелый, Анна Кулигина.